Эта квартира в доме номер 49 на улице Стройкова досталась семье Томиных 36 лет назад. Она была выдана матери Юрия домостроительным комбинатом, где женщина работала. Более 20 лет назад здесь начались проблемы с отоплением. Нижний сосед сделал капитальный ремонт и в мое отсутствие мама пустила его. Сантехники провели стоят напрямую. Батареи будете ставить? Мама сказала, денежек нет на батареи. Мы эти батареи ставить не будем, положили их в уголок и провели стоят напрямую. Три года мама жила без батарей здесь. Мне об этом она не говорила. В то время, пока мама Юрия ютила зимой на кухне с включенными конфорками на раскладушке, мужчина жил со своей супругой и детьми в Тольятти. 18 лет назад маме Юрия стало плохо. В результате его семья забрала женщину жить к себе в Тольятти, а квартира осталась пустовать. Периодически Юрия с матерью посещали эту квартиру, платили по счетам. Приблизительно 10 лет назад они обратились в управляющую компанию, чтобы им поставили батареи. Однако получили отказ. Вместо этого управляющая организация сделала лишь внутриквартирную разводку, которая спустя полгода потекла. Хозяева в этот момент были в Тольятти. Квартира Юрия расположена на девятом, последнем этаже. И управляющей компанией было принято решение перекрыть отопление в его квартиру и закольцевать его на восьмом этаже. Я разрешил им открыть квартиру с присутствием соседей, сделать все, но они решили сделать правильно. Я в принципе не против, что они закольцевали. Это хорошее решение, здесь спокойно ничего не течет. Но это же сделал ЖЭК, это не я сделал. И они должны были у себя отметить, что они это отрезали. И за отопление это не надо счета выставлять. Как оказалось, долгие годы долг за отопление, который в этой квартире не осуществлялось, продолжал накапливаться. В управляющей компании заявили, что мужчина должен был сам известить поставщика услуг о том, что его отрезали от отопления. Это нужно было писать в теплосеть о том, что управляющая компания обрезала труб по такой-то причине, прошу вас начислять по отоплению за такой-то период, пока не будет восстановлено. То есть тогда они, да, тогда они не будут начислять. Теперь управляющая компания поясняет, что мужчина может попробовать добиться перерасчета. Между тем, долг составляет более 55 тысяч рублей. Ну, если только брать управляющей компании выписку о том, что действительно у него было обрезано отопление, и туда давать заявку, чтобы ему отменили эти платежи, потому что по чьей вине тоже было неизвестно там. В то же время Юрий не против того, чтобы ему восстановили отопление. Так он смог бы сдавать квартиру. По его словам, долгие годы управляющая компания не хочет ставить батареи. Юристы же говорят о том, что сейчас уже идет подготовка к следующему отопительному сезону, и ответственная организация должна обеспечить надлежащее отопление всем жильцам дома. В управляющей компании отметили, что могут пойти навстречу Юрию, но кто будет устанавливать батареи, неизвестно. Нужно, собственно, прийти, написать заявление на восстановление отопления, и написать поясник, когда он здесь будет, чтобы под него тоже подстроились. Следующая задолженность, которая образовалась у Юрия в период его отсутствия в квартире, касается содержания жилья. Его долг составляет более 30 тысяч рублей. Мужчина не понимает, за что он должен платить. Через шов межпанельный вода попадает на блок рамы, и отсюда стекает по подоконнику на стол, на пол лужа. Если дождик недолгий, значит лужа накопилась на центре комнаты, успевает высохнуть. Если весна-осень, значит будет больше. Как говорит Юрий, этот шов течет постоянно. В доме протекает крыша. Протечки есть и в коридорах, в комнатах, в санузлах. Кроме этого, мужчина беспокоится, что козырек на его балконе скоро может обрушиться, поскольку все сооружение раскрошилось. Между тем, мужчина скоро вновь уедет в Тольятти, поскольку приехал он сюда ненадолго для того, чтобы вступить в права наследования, поскольку мама Юрия этой зимой ушла из жизни. Платить по счетам за эту квартиру в Рязани тоже некому. Раньше это делала родственница на деньги Юрия, но она ушла из жизни. Между тем, в следующий период его отсутствия может потечь сантехника и в санузлах, поскольку трубы здесь тоже очень старые. По словам Юрия, управляющая компания отмахивается, когда мужчина просит обратить внимание на их состояние.